Здравствуйте! Поговорим о глобальном и частном. Перенаселение планеты, нехватка пресной воды, как бы странно ни звучали эти слова в период паводка, еды, распространение болезней, глобализация мира и уничтожение уникальных культур, потепление климата и распространение необъявленной войны терроризма. Перечень того, что волнует каждого на планете и людей в целом, огромен. Конечно, в геополитическом плане это очень важно. Это влияет, а иногда и просто вторгается в нашу жизнь. Например, сегодня в напряжении весь юг области глобальное потепление и активизация планеты привели к тому, что мы видим. Наши спасательные службы, военные, просто творят чудеса. Но ведь природа все равно берет свое. Это тоже надо учесть при планировании дальнейшей жизни. И снова встает вопрос, а где правда? Как среди огромного количества теорий и домыслов выстроить свой жизненный путь? Но если это глобально, то в обычной жизни людям нужны очень простые вещи. Работа, благополучие детей и родителей, качественная медицина, хорошие дороги, да чтоб чисто было вокруг, доступное жилье и возможность для самореализации. Это и есть комфортная городская среда. Вот, например, есть в Архангельске порт Бакарица, в который 75 лет назад пришли корабли первого союзного конвоя Дервиш. Это несомненная слава России. Но сколько вокруг домов, которые помнят эти дни, но не помнят, когда их ремонтировали? Кажется, и программы есть для решения этой нашей общей беды. А вот закон здесь оказывается той рамкой, которую надо корректировать под реальную жизнь. У каждого должно быть отдельное жилье. Время коммуналок прошло. Сейчас все агитируют за ипотеку. А это кабала для молодых семей на много лет. И переплата от реальной цены в несколько раз. Да и закладывать им нечего. Ипотека и субсидии стимулируют рост цен на рынке жилья. Так почему же не строится новое жилье? Условия, заданные законом, часто не позволяют местным строительным фирмам прийти на объект. Мы видим примеры неудачного опыта повсеместно. Нужно создать условия для местных подрядчиков, умеющих работать на севере. Но при этом бизнесу надо взять на себя и социальное обременение. Строить школы, больницы, спортплощадки. Надо говорить правду. Многие услуги, медицинские, почтовые, банковские, социально-культурные, стали недоступными, некомфортными для получения жителями, например, Бакарицы. В итоге страдают люди. Нужно вносить коррективы в законы. Например, суровые погодные условия, неблагоприятное воздействие оборонки на состояние здоровья населения и окружающей среды нашей Архангельской области. Все это должно найти отражение в начислении наших зарплат, пенсий, финансовых льгот. Да, сегодня люди уезжают с севера, а когда-то стремились попасть именно сюда. Пришло время по-настоящему поддержать, ценить тех, кто здесь остался, кто продолжает жить на севере. Ведь каждый из нас хочет услышать, что он нужен семье, друзьям, своему городу и региону. Нужен северу. Живите и созидайте. Вы нужны. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова